Удивительно, как всё быстро происходит в природе. Вот, посмотрите. Только неделю назад эти ягоды вообще завязались. То есть, они были цветами. Где-то неделю назад вообще, только цветами. А теперь они вот, ягоды кружевника конкретные, да? Вот. Ну, а это ещё не всё. Распустилась какая-то вот эта хрень. Жёлтая, да? Вот. Что ещё? Вот крапива вот эта вот. И вот эта крапива мелкая, да? Но это тоже крапива. Только она не такая колючка настоящая. Она вот поберела, да, вот этими цветами. Семенами, цветами. Вот. Вот более внятный вариант. Вот я покажу. Вот она крапива, вот так вот, раз. И с цветами, да? Одуванчики вот эти вот они. Где-то они тут были, да? Только что видал. Видал, а уже нету. Сейчас мы опять их найдём, ладно. Одуванчики, короче, пошли на семена. Вот. Вон они. Вон они, они пошли на семена. За какую-то неделю. Были жёлтыми цветами, а уже вот чисто просто семена. Вот так. Вот это ещё штука выросла, да? Вот эта вот штука. Я не знаю, что это такое, если честно. Ну вот. Прорастают опять вот эти розовые кусты, то есть с розой, да? С домашнего, с такими вот листиками. С домашнего, вот эта роза. То есть она цветочками потом будет. Большим таким кустом, потом цветочки вырастут на ней. Эта роза только мелкая такая, да? Настоящая. Дикая роза такая. Вот она. Дикая такая роза, да? Ну а это-то фиг с ней, с розой-то, в общем-то. Вот. Растут уже колокольчики или мыльники, да? Колокольчики вырастут, вот это мыльник называется, да? То есть, если вот так взять, вот так, когда он вырастет, то потереть, то из него как мыло попрёт. Вот мыльник, да? Вот, руки можем мыть, типа. Возможно. В любом случае он мырится, а можно её что-то мыть, там, руки, нервуки. Не совсем понятны. Вот. Так, дальше пройдём. Пока я не забыл, да? Если это вырастет, значит уже и выросли эти. Как их? Вот, белая смородина, да? Да, ягоды вот выросли вот тут. Вот ягоды белой смородины уже крупные. Практически вот они. Видите? Их, правда, мало, поскольку она мелкая, да? И они что-то отпали все. Не понимаю, почему кто-то их, может, сожрал. Или они отпали сами, не знаю. Но их тут должны быть полные ветки, их нету. Вот. Странно достаточно. Ну, кое-где они есть. Может, слизни живут эти большие такие, да? Ну, это-то ладно. Это-то ладно белая смородина. Фиг бы с ней. Главное, малину не выпустить. Малину и клубнику, вон, и сколько будет. Видите, вот на одном кусте сколько ягод, возможно, могут быть. Да, и завяжутся они быстро. Они поспеют, правда, медленно. А завяжутся они быстро. Вот они, эти одуванчики. Вот. Были просто цветками мелкими, желтыми, да? Неделю назад. Я, конечно, с опозданием это все опубликую, да? Я сначала первое видео, потом последующее. Но вот что происходит. Тут где-то мята. Мята произрастает, да, просто. Но она не меняется, она была мелкая, так она и осталась. А все наши вот эти посадки, и ничего не удалось, да? Все, что мы посадили. Ничего не растет практически. Я не вижу, что-то росло тут. Растет только вот этот лук, да? Который ждали пророщенный. Вот он. Вот он, да? И где-то вот здесь. Вот здесь я кидал салаты в Олго Росса какие-то, да? А вот это вот какая-то хрень быстрорастущая, да? Вот эти салаты. Еще что-то укропы. Ну, укропов нету, а вот салат быстрорастущий, да? Какой-то брянский лоренцо, он его растет. Вот, произрастает. И где я его кинул, там он везде вырастает, вот этот салат, да? Он быстро растет очень. И то есть он точно вырастет, это будет прекрасно. Салат у нас будет. Из этой дачи только польза крыжовник будет, да? Кламничино, если успеем собрать. И салат, да? А вот то, что будет смородина, белая, черная или красная, это я под сомнение. Как вот эта малина, ее надо что-то делать с ней. Я сомневаюсь, что она вообще выживет, да? Она червивая вся, я ее не люблю. Ее ненавижу, ее полно тут, но она червивая. Тьфу. Вытряхивать там. Мне говорит сестра, ты вытряхивай там червяков. Бери, да, вытряхивай из малины, и ты ешь потом. Я это не люблю, мне это эстетически. И эстетически мне это неприятно, червяков вытряхивать. Я это немножко не уважаю, такой прикол. И это не для меня, да? А еще я видел тут кота. Если уж полный обзор делать, я видел тут кота, которого я назвал Марселем, да, то есть черные в пуботке. Кот Марсель опять тут был. Вот мусор мой копался, да, я мусор накидал там. Объедков, а он потом копался в пакете. Я прихожу прям к этой даче, и кот Марсель там убегает из пакета, убегает к себе. Не знаю, где эти коты живут, но где-то они живут. Вот, каких-то соседей. И они тут, диких котов нету, они просто зимой просто не выживали бы. Если бы тут были дикие коты, они бы не выживали зимой. Вот так вот. Такой вот микрообзорчик. КОНЕЦ